Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Третий том. Вопрос 1085. «Вот вы нашли свое призвание и реализовали себя, как верующего человека. Что посоветовать человеку, который еще не нашел себя?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Так и хочется сказать словами апостола Павла, согласно вашего вопроса. 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Эфесианам, 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину и жизни, подражайте вере их. Прямого указания в повелительном наклонении, кроме этих мест в Библии нет. Всегда воспользуйся тем, что есть под руками». «К нам приезжали наши дорогие страдальцы-эмигранты, Беликовы из Аргентины, и сестра Светлана, рассказывала о всех своих мытарствах. Незнакомые люди, чужая страна, обычаи, вера, все чужое. Она была со своим мужем, который окончил там университет, конечно, на испанском языке. Инженер очень уважаемый. А как же было вначале? Они не искали себя, но сразу после разгрузки едва присели на свои узлы, как достали крючки и иголки, и из того, что износилось, истрепалось, стали вязать половички и кружки под ноги. Местным жителям их продукция понравилась, пошел обмен вещей. Надо работать и учиться разным специальностям, чем только я не занимался в своей жизни. И печник, и переплетчик, и дрессировщик собак, и моряк, и строитель. И никогда мне не выпадал скучный день, и не доставалась скучная работа. Литературы говорили мне, «Мы нашли свою ячейку. Могу сказать, что я ее не искал. Она для меня была уготована самим Богом. Нас в семье было десять детей, и я очень удачно родился именно вторым, именно мальчиком. А это от меня совсем не зависело. И этим правом старшинство среди братьев, ибо старший умер. Я воспользовался, нажимая не на возраст, а показывая пример своей жизни. Это невероятно. Я не показывал, но так все слагалось. Так устроил мой Бог. Нужная специальность, место жительства, мои болезни, тюрьмы и лагерь. И все это было как раз вскроено по мне. Нигде ничего непосильного Бог ни разу мне не подал. События сменялись как бы сами по себе, с такой стремительностью, что я едва успеваю подставлять ноги. Кто бы ни следовал мой жизненный путь, они приходят к неожиданному выводу о движущем мною силе. Это любовь. Любовь к Богу, Библии, ко всем людям. Пример. Мои племянники селятся в Потеряевке. В окрестностях деревни они сумели найти бывшие телеграфные столбы с изоляторами. Они ленятся их отворачивать и удаляют ударом обуха. Когда я узнал, я разнес их за такое беззаконие. Почему вы не думаете о тех, кто приедет позже нас? Второй из них, найдя целые железобетонные пасынки от столбов, складывает их в фундамент для сарая. Я готов был побить его за такое варварство. Если смог бы, то выкупил бы их. За нами приедут те, кто не сможет достать к электрическим столбам такие пасынки. Но меня, когда я разносил, то есть сурово упрекал, не поддержал даже батюшка. Я буквально болею, видя такое варварство. Никогда не думайте ни о какой реализации себя. Не усложняйте дело, а просто плывите в благодати Божией. Как ответил Авраам, Бытие, 22 глава, 8 стих. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Старайтесь визненавидеть в себе малейшую зависть, обиду, ошибку, упущение, напрасную трату, сопротивление доброму совету. Это и есть подлинное раскаяние, гнев, направленный внутрь. Мне очень часто говорят люди, что они только что молились о каком-то деле, и я так вовремя позвонил или пришел к ним. Думаю, что намного чаще это случается, когда мне что-то необходимо, и Бог подает сразу и без упреков. Я не могу утверждать, что я буду в раю. Все в руке Божьей, но сердце мое поет хвалу моему Богу всегда. И не было у меня ни одного дела, за которое бы меня не поносили враги и друзья. И не просто поносит, а люто ненавидит. И готовы изничтожить. И это тоже необходимо, но осознается не сразу. Не живите по каким-то схемам, а будьте свободны в духе. Поменьше спите и больше трудитесь. Торопитесь, потому что дни уходят. И кому ты будешь нужен в старости? Римлянам, 12 глава, 10 стих. Будьте братолюбивы друг другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте.